Новости на телеканале Хабар 24 в студии. Работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня наградил учредителя компании USM Holdings Алишера Усманова орденом ДОСТЫК первой степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Об этом сообщила пресс-служба первого президента. Многодетным семьям западно-казахстанской области начали выплачивать адресную социальную помощь нового формата. На эти цели региону выделено около 4 миллиардов тенге, из которых четверть средств уже освоено. Господдержкой охвачены 35 тысяч человек. К тему продолжит Ассель Русалеева. Данагули Мадина Марат – гордость родителей. Учатся на пятерке, увлекаются танцами и языками. А еще незаменимые помощницы мамы в хозяйстве. Мы всегда ей помогаем, уборки сделаем вместе. Она воспитывает нас, чтобы мы были честными, хорошими и чтобы мы никого не предали. Школьный психолог Айнур Бралиева старается дать детям хорошее образование, поддерживает их стремление развиваться. Хоть и средств на дополнительные секции не всегда хватает. Они с супругом воспитывают шестерых детей. Мальчикам-двойняшкам всего полтора года. Это только первое время трудно, говорит молодая мать-героиня. С годами дети становятся настоящей опорой. Когда вот унываешь, они постоянно поддерживают, вот и морально, и по дому, да, постоянно заботят о младших детях. И мы стараемся воспитать своих детей достойными, да, патриотами своей страны. В этом месяце семье выплатили первое пособие нового формата. Это больше 150 тысяч тенге. Квартиру супруги снимают. Работает один глава семейства. Потому помощь весомая. Сумма увеличилась. И сказали, что нам положено ИСП. Это поддержка государства. Так как я не работоспособная, я же на декретном, я думаю, это очень большая помощь. Такую поддержку в регионе уже получили 6580 семей на общую сумму 910 миллионов тенге. В центрах занятое. Очередности такого нету уже. Как бы. Уже в стандартном режиме работа идет. Получатель ИСП приходит в центр занятое население. Либо по месту жительства сельский акимат предоставляет удостоверение личности. Остальные данные мы запрашиваем сами. Кроме адресной социальной помощи, многодетным семьям помогают решить жилищный вопрос. С начала мая в Уральске ключи от новых квартир вручили 30 семьям. Асиль Русалиева, Руслан Газезов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. В Усть-Каменогорске предприниматели массово устанавливают кассовые аппараты с онлайн-передачей данных. Благодаря нововведению поступления в бюджет в областном центре уже увеличились на четверть. По мнению экспертов, новый формат учета сделает прозрачной системы налогообложения. Появится возможность отследить товар с момента поступления на рынок и до покупки его конечным потребителям. На сегодняшний день мы уже видим первые результаты. Налогов стало поступать больше. Поэтому мы сейчас активно устанавливаем посттерминалы. До конца года все наши налогоплательщики перейдут на онлайн-кассовые аппараты. Мы продолжаем разъяснительную работу. 49 человек с начала года задержаны в Атараусской области за незаконный оборот наркотиков. Из них шесть за распространение лекарственных средств. Они сбывали препараты для обезболивания тромодол и глазные капли тропикамид, в которых содержится кодеин. Отмечу, эти лекарства в аптеках отпускают строго по рецепту врачей. Задержанные привлечены к административной ответственности. По статье 424, которые предусматривают ответственность за незаконную медицинскую деятельность, они будут оштрафованы. Сразу несколько автобусов сгорело за выходные дни в Петропавловске. И только по счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал. Вот люди, смотрите, вы и на таких автобусах мы ездим. Ездим и не знаем, когда они загорятся. Это конечная остановка в рабочем поселке одного из микрорайонов города. Буквально за считанные минуты пламя охватило маршрутку. Находившиеся в салоне люди успели покинуть салон. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за неисправной электропроводки. По этой же причине сегодня вспыхнул еще один автобус. В момент пожара в нем находились 12 пассажиров. Все они эвакуировались самостоятельно. Жертв пострадавших нет, но в социальных сетях горожане раскритиковали состояние городского общественного транспорта. Их событиями в мире больше 50 человек погибли в результате крушения лодки у берегов Туниса. Судно направлялось в сторону Италии. На нем находились беженцы из африканских стран. Из 70 пассажиров удалось спасти лишь 16. Отмечу, поток нелегалов в Средиземном море усилился после того, как возобновились военные действия в Ливии. Только в прошлом году при попытке пересечь море погибли около 2,5 тысяч человек. Около 120 тысяч добрались до Европы. Четыре человека погибли при взрыве в пороховой мастерской в столице Колумбии. Около 30 получили ранения. Большая часть пострадавших – подростки. Хлопок был такой силы, что повредил 17 расположенных по соседству зданий. В полиции уточнили, что мастерская была коммерческим объектом. В ней заготавливали приспособления для национальной игры, в которой задействован порох. По другой версии, в доме взорвались газовые баллоны. Двое французских военнослужащих погибли при освобождении заложников Буркино-Фасо. Солдатам удалось спасти четверых. Из них двое французов, гражданка США и Южной Кореи. В результате операции несколько похитителей убиты, двое сумели скрыться. Власти Франции квалифицируют вооруженную группировку как террористическую. Президент Западноафриканской республики Рок Каборе встретил освобожденных пленников и выразил соболезнования семьям погибших бойцов. Дональд Трамп поручил увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Об этом на торговых переговорах заявил представитель США Роберт Лайтхайзер. Речь идет о продукции на 200 миллиардов долларов. На ужесточение Вашингтоном тарифной политики Пекин также намерен принять контрмеры. Напомню, торговая война между двумя державами продолжается с прошлого года. Тогда Соединенные Штаты ввели 25-процентную пошлину на импорт 800 наименований китайских товаров с общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. Поднебесная ответила аналогичными ограничениями, после чего Белый дом обложил пошлинами импорт из КНР еще на 200 миллиардов. На днях Трамп заявил, что повышенные тарифы теперь будут действовать на всю продукцию из Китая. Вот ум доверия в парламенте получил Алексис Ципрос. В поддержку греческого премьер-министра высказались 153 парламентария из 300. Ранее председатель новой демократии Кириакас Мицотакис обвинил Ципроса и возглавляемую им левую партию Сириза в удушении экономики и искоренении среднего класса из-за значительного налогообложения. В свою очередь греческое правительство объявило о ряде экономических мер, в числе которых снижение налогов и поддержка пенсионеров. Напомню, очередные парламентские выборы в Греции назначены на 20 октября. Кроме того, в конце мая греки будут участвовать в выборах депутатов Европарламента. В этом же месяце в республике состоятся выборы в местные органы власти. Венесуэла вновь открывает наземную границу с Бразилией, а также авиационное и морское сообщение с островом Аруба. Об этом сообщил вице-президент страны Тарик Аль-Айсами. По его словам, повторное открытие границ укрепит экономическое сотрудничество между государствами. Напомню, правительство президента Николаса Мадуро закрыло эти границы в феврале из-за оппозиционной кампании по доставке гуманитарной помощи в страну. Сейчас Венесуэла испытывает экономический кризис на фоне борьбы за власть между действующим президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. В Киеве уже десятый раз проходит выставка ретро-машин «Олд Карлэнд». В этом году на ней представлено рекордное количество раритетных автомобилей. Некоторым из этих автомобилей больше века, но звук двигателей все тот же, что и сто лет назад. Владельцы ретро-машин стараются сохранить их первозданный вид, реставрируя разве что мелкие детали. Увидеть и посидеть за рулем эксклюзивных авто на выставку пришли тысячи людей. Супер! Мы не впервые здесь. Мы уже были тут лет пять назад, поэтому ждали этого события. Тем более, это десятая, насколько я знаю, выставка. Они расширяются, привозят больше новых машин. Очень хорошая локация. Тут еще помимо старых машин, еще и самолеты, вертолеты. Мы приехали сюда всей семьей. Здесь можно увидеть легендарный Ford Model T 1908 года выпуска. Это первый автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями и на самом деле ставший народным средством передвижения, а не предметом роскоши. Также среди раритетов представленный Buick 1924 года, Газы М1, в народе его называли просто МК, и знаменитый СИ-110, легковая машина высшего представительского класса. В этом году по числу представленных авто Old Car Land обновил предыдущий рекорд. Мы на момент открытия выставки зарегистрировали 239 уникальных раритетных автомобилей, которые стали основой для нового рекорда. Сегодня представлен тот автомобиль, который еще на деревянных спицах, и тяжело даже представить, что он имел возможность двигаться по дорогам. Но в то же время мне очень приятно, что именно такой автомобиль представлен в таком виде, в котором он был 100 лет назад. Тут есть автомобиль Щербицкого. Это бывший голова Компартии Украины при Советском Союзе, друг Брежнева. Это его, скажем так, последний автомобиль ЗИЛ, потому что перед этим у него были еще ЗИЛы, там, 114-й, а это вот 115-й, вот он черный стоит. Это его личный автомобиль. Здесь есть Ford T. Это первый автомобиль, который был вообще на конвейере в мире поставлен. Вот он как бы здесь есть. На выставке наряду с легковыми автомобилями также представлены старые самолеты, мотоциклы, военная техника и даже ретро-велосипеды. Максот Медельканов, Асиль Жамберши, Аида Кадырба, Сергей Качанов, Хабар-24, Украина. Компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса представила проект лунного посадочного модуля, который могут отправить на спутник Земли уже в 2024 году. Первые огневые испытания конструкторы собираются провести этим летом. Целью миссии станет кратер Шеклтон, расположенный у южного полюса Луны. По словам Безоса, Blue Moon сможет доставить туда до 6,5 тонн груза, в том числе сразу 4 лунохода, а также запускать микроспутники на лунную орбиту. В планах компании разработка как беспилотной, так и пилотируемой версии. Одна из важнейших вещей, известных нам о Луне, там есть вода. Вода в форме льда находится в постоянно затененных кратерах на полюсах. Это невероятно ценный ресурс. Можно использовать электролиз для разложения ее на водород и кислород. И вот у вас есть топливо. Другая великая вещь, настоящий подарок. Луна находится рядом в трех днях пути. Смарт-скамейки появились на набережной Октау. Умные лавочки в качестве подарка городу преподнесла местная компания. Теперь горожане могут зарядить от них свои телефоны через USB-порт. А питание самой скамейки идет за счет солнечных панелей. Отмечу ранее, в городе на шести остановках появились электронные библиотеки. Интерактивные баннеры с QR-кодом установили в тестовом режиме. Выбрав на баннере нужный код и отсканировав его, можно получить ссылку на желаемую книгу. Мы уже установили шесть цифровых библиотек на автобусных остановках. Теперь идет установка смарт-скамеек. Электроэнергию они не требуют, сами вырабатывают. Есть еще разные модели и варианты скамеек. В будущем такие полезные лавочки мы поставим в парке и на берегу. В Караганде стартовало открытое первенство по легкой атлетике, посвященное Герою Советского Союза Казбеку Нуржанову. Командир взвода разведки истребительно-противотанкового дивизиона возглавил группу захвата, действующую на фланге немецкой обороны. Преследуя противника, Казбек Нуржанов взял в плен трех противников, включая офицера. А затем, ворвавшись в числе первых волковыск Гродненской области, был смертельно ранен в уличном бою. С 1978 года в Белоруссии проводится турнир памяти казахского героя. Теперь аналогичные соревнования станут традиционными и в Караганде. В планах придать соревнованиям республиканский статус. Захоронен Казбек Нуржанов в Зельвинском районе. Это около Волковыска, деревня Деречин. Но когда-то ввели турнир именно в Волковыске. Но отныне спортсмены из Зельвы и из Караганды к нам приезжают на эти соревнования. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok